Это смена статуса, столь визы на территории США, на рабочую, студенческую, на К1 и так далее. Вот при этом человек по визе хочет легализоваться. Значит, буквально несколько недель назад было принято новое распоряжение президента Трампа о том, что старое правило 30-60-90, так называемое, которое использовалось для оценки истинных намерений человека, когда он просит визу, значит, президент Трамп потребовал более жесткого исполнения этих предписаний. Теперь считается, что если человек подал заявку на смену статуса в течение первых 60 дней после въезда в страну, считается, что он врал во время интервью, либо в момент пересечения границы. Значит, вранье – это очень серьезное обвинение в Америке. За вранье федеральному чиновнику можно даже угодить в тюрьму на срок до 5 лет. Кроме всего прочего, неискренность в разговорах с эмиграционным офицером, либо с консульским работником создают презумпцию того, что вы будете неискреннее в будущем. И это преодолевать достаточно сложно. Поэтому в течение первых 60 дней категорически не рекомендую подавать ни на какие смены статуса, включая через женизбу или через замужество. И также кейс на убежище. Нет, кейс на убежище – это немножко, они регулируются немножко другими правилами, потому что считается, что если человек убегает из страны, где ему плохо, он использует любые методы, в том числе нелегальное пересечение границы, в том числе обмана миграционного офицера – это, в принципе, прощается. Но на какую-либо смену другого статуса я категорически не рекомендую подавать в течение первых двух месяцев. Хорошо, два месяца прошло, человек захотел подать, допустим, на рабочую визу, допустим, H1B. С H1B вообще достаточно интересная ситуация. Визу H1B получить труднее, чем получить грин-карту, потому что их выдается всего 65 тысяч на год, 1 апреля открывается визовая квота, и, как правило, до конца дня 1 апреля она вся выбирается. Заявок подается в среднем в 3-4 раза больше, чем есть виз, поэтому происходит, по сути, лотерея. Поэтому H1B – это абсолютно нереальный вариант для большинства людей. Понятно, внутри его студенческая виза. Студенческая виза, для того, чтобы получить студенческую визу, вам нужно связываться непосредственно с учебным заведением, где вы будете учиться. И представители учебного заведения оформляют основную массу документов. В первую очередь они должны с вами заключить контракт, вы должны произвести оплату. Они производят оценку того, насколько они считают, что у вас есть деньги на поддержание самостоятельного существования в Америке в течение срока учебы. И если они приходят к выводу, что да, мы хотим с вами иметь дело, в таком случае они оформляют все документы для миграционной службы. Вам остается только оформить одну небольшую визовую анкету, запрос на смену статуса. Нужен ли вам для этого адвокат решать вам? В большинстве случаев не нужно, но если вы не уверены, то тогда можете обратиться в офис любого протекующего миграционного адвоката. Это достаточно простая процедура. Понятно.